То есть чё, всё, прям можно снимать. Три, два, один, и фирменно начинаем. Друзья, всем привет, добро пожаловать на наш богом забытый канал 3DIY или Гараж Новости. С вами, как всегда, Стефан. Подождите, чем-то пахнет. Пахнет офигенными новостями, друзья, конечно же, пахнет офигенными новостями, которые я сегодня для вас специально подготовил. Но прежде чем мы начнём, я, во-первых, очень сердечно хочу вас поблагодарить за такую тёплую реакцию на мой прошлый видеоролик. Если вы вдруг пропустили, то ссылка будет в описании, где я с вами делюсь авторскими методами по аэрографии. Поэтому, если вы вдруг, если вы вдруг не уважили маэстро, то советую вам его посмотреть. И перед тем, как мы начнём, как всегда, советую вам подписаться на наш канал, тыкнуть по бубенцам, написать комментарий, что вы вообще об этом думаете. И, пожалуйста, напишите от меня один комментарий моему личному продюсеру Евгению, чтобы он задонатил деньги, и вы, дорогие друзья, скорее увидели следующий видеоролик, который будет посвящён постобработке. Ну что ж, а мы начинаем. Компания Boeing выделит 1,7 миллионов долларов на 3D-печать. Компания Boeing проводила некоторого рода внутренний конкурс, и этот конкурс выиграла компания America Based. В чём она, собственно, заключалась? Это в том, что компания Boeing очень заинтересована в аддитивном производстве деталей для своих самолётов. И компания America Based предложила свои услуги, и, соответственно, как бы выиграла этот конкурс. И сейчас им задонатят 1,7 миллионов долларов, чтобы они производили очень труднодоступные и труднопроизводимые детали из титана. Собственно, как я уже сказал ранее, они этот конкурс выиграли, и теперь мы в скором времени будем летать на самолётах, где детали будут печататься из титана. Классно? Классно. Компания Amnovis производит экономные позвоночные импланты. Новость как бы граничит на нечто странном и нечто нестранном. Ну, как бы то ни было, компания Amnovis специализируется на производстве в сфере аддитивных технологий, и недавно она расширила своё поле действия и принялась печатать позвоночные импланты. Как они сообщают, что импланты будут выполнены из титана, так как это гипоаллергенный материал, и они хотят сделать структуру импланта пористой для того, чтобы во время заживления в имплант врастала естественная человеческая ткань. Таким образом, они надеются минимизировать постоперационные проблемы, которые могут как бы встретиться у клиентов, и, соответственно, облегчить судьбу несчастного человека, который столкнётся с такой необходимостью в установке печатного импланта. Новость классная, я желаю компании Amnovis удачи, потому что действительно 3D-печать должна служить для чего? Ну, как вы уже знаете, да, ради блага человеческого. Следующая новость, как всегда, трэш, потому что в ней фигурирует моя самая любимая компания Ultimaker. Sketch Large, официально первый 3D-принтер от Ultimaker. Для тех, кто смотрел предыдущие новости со мной, я рассказывал про две замечательные компании Ultimaker и MakerBot. Если вы вдруг пропустили эту новость, то расскажу в двух словах. Они объединились в нечто непонятное, в нечто непонятное зачем, и просто появилась очередная компания. Бренд Ultimaker сейчас выпускает новый, условно, принтер, который называется Sketch Large. Он ничем не отличается от предыдущей версии Sketch, кроме одного момента. Его рабочая область выросла со 120 до 220 на 220 на 250 миллиметров. Вот как бы и все. А теперь, что самое смешное. Вы получаете тот же самый говнопринтер, с теми же самыми говнокомпонентами, и с той же самой говняной драгостольной кинематикой. И все это, знаете, чем приправлено? Правильно, ценой в размере 140 тысяч рублей. Кто будет этот безумец, который купит этот 3D принтер? Ну, точно кто-либо, но не из России. Желаем этой компании не знаю чего, потому что, на мой взгляд, покупать такой говнопринтер за 140 тысяч того абсолютно не стоит. Следующая новость очень классная, потому что она, я бы ее назвал, мамкино предпринимательство. Любитель Теслы печатает крепления номерных знаков на 3D принтере. Как вам такое? В общем, если вы вдруг не знаете, не у всех Тесел есть спереди какого-то рода крепления для номерного знака, потому что в Америке вообще по законодательству достаточно иметь только номер сзади. Но энтузиаст, который владеет Тесла Model 3, ему как бы очень не нравилось, что у него Тесла без госномера спереди, и поэтому он потратил пару месяцев и решил замоделить обыкновенное маленькое крепление, которое устанавливается по системе болтом, то есть там не надо ничего не колхозить, ничего там придумают. И что вы думаете? Все вышло настолько успешно, что сейчас у чувака парк составляет 90 3D принтеров от компании Prusa, и он печатает по несколько тысяч таких креплений в месяц. И как бы с каждым месяцем спрос только растет, потому что как-то это все замейнстримилось, и люди прям очень все жаждут получить от него вот этот 3D-печатный крепеж для своего номера. Поэтому парень сейчас купается в деньгах, в шоколаде, и даже Илон Маск отметил полезность его, так сказать, произведения. Так что очень круто, Мэтью, я тебе желаю удачи. Спринтрей запускает смолу Onyx Toe для зубного протезирования. Значит, в чем особенность этой смолы? То, что она выполнена очень так специфически правильно. То есть она позволяет печатать зубы не белого унитазного цвета, а ну как бы как у людей. То есть это около корня они такие более темные, а ближе вот к верху, где острая у нас типа идет часть, они там полупрозрачные. Вот, и ребята разработали такую смолу, которая позволяет правильно печатать зубы. И что самое интересное в этой смоле, это то, что ее не нужно дозасвечивать, с ней не нужно делать ничего. Вот вы напечатали как бы зуб, и все, вы в этот же день можете его протезировать. И все, и вы как бы ходите с этим зубом, пока он у вас не развалится, там не знаю, не отвалится, или не выпадет снова. Очень классная новость. Мне кажется, это максимально удобно, особенно с учетом того, что вы действительно можете попротезироваться в один день. Топчик. Вот следующая новость, конечно, такая. Для любителей вкусного, так сказать. Микорена и Reva Foods разрабатывают микропротеин, пригодный для 3D-печати. Я вот все задумывался, что же такое микропротеин, и какого-то дельного ответа я не нашел. Но, как я понял, это научное название более продвинутого протеина. В общем, компания Promig, точнее, компания Микорена, выпустила продукт, так называемый Promig. Это микропротеиновая смесь, которую можно печатать. В чем особенность этой смеси? Это то, что в ней очень высокий показатель белка. То есть в обычном мясе, там, Мираторг, или там, не знаю, какое там вы едите, покупать петелинка, да что угодно. В общем, там содержание белка не более 40%. В мясе, в биомясе с микропротеином этот показатель достигает 60%. И плюс дополнение, помимо высокого уровня белка, в нем еще есть куча всяких там полезных ферментов, витамин D, калия там в 2,5 раза больше, чем в обычном мясе. И поэтому они надеются, что этот как бы осознанный, такой надежный вот путь позволит людям более правильно питаться, без убийств там животных. И в общем, вся вот эта веганская тема, экофрендли, это все вот прям об этой истории. Мое мнение, я бы очень хотел бы, честно, попробовать вот такое, так называемое, условно-искусственное мясо. и этот микропротеин. Вообще сравнить, насколько он вкусный, невкусный. И, собственно, я надеюсь, что когда-нибудь это у нас появится здесь, и мы с вами дружненько это затестим. А если это появится, то я обязательно сниму на это обзор. Для тех, кто не в курсе, за камерой сидит моя жена. Поэтому я сегодня немножко нервничаю, потому что боюсь от нее страшной критики. Персонализированная игровая мышь в форме FI выполнена на 3D-принтере. Как говорит Алекс Кэпи, это генеральный директор этой компании, игры — это огромный рынок, который неразрывно связан с производством бытовой электроники. Однако персонализированный дизайн по-прежнему не является неотъемлемой частью производства для игр. И, собственно, поэтому ребята решили попробовать что-то новое и разработали игровую мышь, которая печатается полностью на 3D-принтере. Как они говорят, во-первых, она очень удобно лежит в руке, у нее есть возможность кастомизации, то есть вы можете получить файл вот самой мыши и кастомизировать его непосредственно под вашу руку или под ваши нужды. И в целом начинка у этой мыши, она очень интересная, потому что время отклика минимальное в этой мыши, и плюс у нее какая-то там супер-пупер-производительность. Уж как там все на деле, бог его знает, но мне кажется, очень прикольно, потому что действительно такой мыши, ну, я нигде не видел, потому что все вот эти мышки компьютерные, они, как правило, такие очень скучные, а все дизайнерское, это типа от Умбры, это сверхдорого. Кстати, если вы вдруг когда-нибудь печатали что-нибудь такое, пожалуйста, напишите в комментариях, интересно посмотреть на ваше творчество. GE Aerospace представила корпус турбины шириной 1 метр, напечатан на 3D принтере. Команда действительно может гордиться собой, потому что производство такого рода крупномасштабных изделий, так еще и за раз, это как бы не хухры-мухры. Компания Aerospace, во-первых, что сделала? Она, во-первых, напечатала это все дело из титана, то есть она снизила вес конструкции на 30% от исходной. А во-вторых, в чем прикол вообще всей этой технологии, это то, что, как они сами говорят, раньше деталь, ну вот этой вот турбины, которую они напечатали, она состояла из 150 компонентов, которые каждый выполнялся на разном там станке, это потом маэстро какой-то там местный собирал и получал вот такой вот сэндвич. Сейчас же не нужно 150 деталей, они все печатаются сразу и монолитно, то есть время производства ускорилось, вес снизился, деньги были сэкономлены. Три огромных плюса, и это прекрасно. То есть сейчас, видимо, уже ракеты будут действительно все чаще и чаще выполняться с помощью технологии 3D-печати, и будем надеяться, что отправка чего-либо в космос, проток для космического 3D-принтера, надеюсь, тоже будет отправлен вовремя. Короче, крутая новость, желаем ребятам больших успехов. Компания Tetra Pak и iActual 3D печатают мебель из переработанных материалов. Да, в общем, компания Tetra Pak, они вообще, как бы, если вы вдруг не знали, они максимально любят вот все вот возобновлять, то есть они даже там вот свои картонные вот эти упаковки, они их всегда делают из переработанного сырья, если вы вдруг не знали. и сейчас они сфокусированы на переработке пластика и хотят представить свою первую коллекцию, они уже ее представили, первую свою коллекцию авторской 3D-печатной мебели. Что интересно, все объекты, они выполнены в таком сферическом стиле, достаточно минималистичные, простенькие, но, типа, что реально круто, это все из вторичных материалов. Конечно, там цена, ну, не очень такая вторичная, цена даже выше, чем у чего-то нового, но это, это определенное движение вперед, потому что перерабатывать пластики, ну, как бы, не все компании яро к этому положительно относятся, а тут Tetra Pak, лидер, очень крупный конгломерат, выделила бабки и уже представила продукт. Круто, посмотрите на фотки, не знаю, напишите ваше мнение, что вы думаете о переработанной мебели, имеет ли это вообще место быть и купили ли бы вы себе такую мебель. И самое время поговорить про матушку Россию, ведь в Волгограде открывается производство 5D принтеров. Ну, как 5D? Это примерно как 5D кинотеатр, только вот 5D 3D принтер. В общем, что такое 5D принтер? Это классический драгостол, только самое что интересно, его столик еще может двигаться вот так и вот так. И зачем оно надо? Ну, как бы бог его знает. Как бы ребята говорят, что это просто такой вот прикол, чтобы экономить на поддержках, что вот можно печатать более какие-то хитрые фигуры. Я с этим тезисом в корне не согласен, потому что 5D печать вот из-за FDM, это, если честно, вот хрень полная. Лучше на СЛА там что-нибудь напечатать, ты получишь ту же самую детализацию. Но как бы то ни было, в Волгоградское производство стереотек, сконструировали 5D принтер, выглядит он, конечно же, ущербно. Что еще тут сказать? Они говорят, что могут применить свой принтер 5D-тек в разных отраслях, включая авиацию, автомобили, автомобилестроение, протезирование, строительство. конечно же, они нигде эту хрень применять не будут, потому что я видел фотографии, как этот принтер печатает, это максимально ущербно. И еще с такой маленькой областью, ну, не знаю, что они там будут печатать для автомобиля, максимум какую-нибудь там крышку багажника. На этом все. Зачем этот принтер сделан? Ну, подозреваю, наверное, для какого-то отмытия бабок. Иначе, как бы, какой-то логический консенсус в этом я, честно, вообще никак не вижу. Лучше купить 5D-CNC-станок, вот из него, там действительно можно вытворять крутые штуки, а FDM и 5D, ну, мое мнение, это как-то вообще не вяжется. Простите, что засрала в ПНИПу разработали технологию 3D-печати из графика... А, блин, нет, это не та новость, ее я не буду засирать, это хорошая новость. Сейчас, 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 вот, вот эту засру. Аспирант Челгу сконструировал биомедицинский 3D-принтер. Слушайте, новость Ржака. Простите, какую-то часть я сейчас зачитаю, потому что я даже такую хрень запоминать не хочу. Аспирант кафедры микробиологии, иммунологии и общей биологии Челябинского государственного университета Антон Тростин подал патентную заявку на 3D-биопринтер, якобы собранный полностью из российских компонентов. А теперь время расхебывать. Значит, как говорит сам Антон, что он был собран в домашних условиях, но комплектующие он заказывал на Алиэкспресс. Уж не знаю, какие на Алиэкспресс продаются российские компоненты, думаю, вряд ли какие-то. И что самое интересное, это новости я нашел на источнике 3D Today, и там ребята заявили о том, что исходный чертеж этого принтера был как бы выполнен американцем, полностью из русских компонентов. Ты кого хочешь наебать? Ты думаешь, мы долбоёбли? И третье, что самое интересное, это то, что этот принтер, сейчас мне нужно открыть оригинал, господи, где это говно? Ну ничего, Степан это, наверное, вырежет. Да, Степан? Ты же это вырежешь? Я уже слышу, нет, я это не вырежу. В общем, в чём суть, то, что комплектующие из Китая, плата из Китая, всё типа из Китая, чертежи от американцев, и что сделал парень? Блин, ну типа Антон, сори, ну как бы я понимаю, что там вы старались, вы что-то сделали, это безусловно похвально, но вы просто сделали обыкновенный драгостол и приделали к нему тупо шприц и назвали это биопринтером. Ну, честно, биопринтером это назвать очень сложно. Я могу такой же биопринтер сделать из любого принтера из компании 3DiW, просто приделав ему какой-то шприц, который будет там с шнековой подачей и подавать любой какой-то там биоматериал. Ну, в общем, типа, сори, ну честно, новость какой-то трэш. Вот следующая новость, вот это я понимаю. Formlabs и Psionic запускают производство печатных протезов рук. Да, вот так. Вот так, типа, надо делать заявление о себе, а не какой-то там выдавать китайский драгостол за биопринтер. Компания Formlabs, если вы вдруг не знаете такую компанию, они делают дорогие классные салапринтеры, с одноименным названием Formlabs. Компания Psionic первый раз слышу, первый раз вижу, но, как я понял, чуваки занимаются протезированием. Вот. В общем, они решили объединиться и выпускать людям более дешевые протезы рук, потому что компания Formlabs не все равно на эту всю ситуацию. Если вы вдруг не знали, протезы конечностей стоят просто каких-то космических денег. И Formlabs предлагает свои услуги и свои мощности для производства более типа дешевых протезов рук. А компания Psionic туда запихивает все вот эти электронные составляющие и все, и как бы и человек получает готовую там руку, ногу или что там ему нужно. Кстати, знаете, что самое смешное? Это рука, они ее назвали рукоспособности. Маш, у тебя есть рукоспособности? Конечно. У меня тоже есть рукоспособности. Их рукоспособности весят всего лишь 490 грамм. Это примерно в 4 раза легче, чем обычная человеческая рука. У нее есть встроенная зарядка Type-C, куча электроники, которая там считывает импульсы от вашей отрезанной руки. Простите, не от вашей. У вас, наверное, руки на месте. Давай, Серега, давай, Серега. Рука заряжается за час, что как бы очень удобно. И компания Formlabs говорит о том, что стоимость такой руки примерно будет на 70% дешевле, чем заказывать вот эту дорогущую какую-то там профессиональную установку. И, собственно, их единственное желание это сделать жизнь людей, которые, к сожалению, лишились там какой-то конечности, максимально простой и доступной. Потому что, как я уже говорил ранее, купить руку это достаточно дорогое удовольствие. Мировой рекорд установлен на напечатанном велосипеде Пинарелло. В общем, есть некий велогонщик Филиппо Ганна. Ему 26 лет и он профессиональный спортсмен. И в этом году он установил мировой рекорд скорости по кольцевой трассе на своем велосипеде. Что он сделал? Он проехал 56,7 километров трассы, ну, образно, 57 километров трассы за 60 минут на велодроме, который расположен в городе Грехен. Собственно, как ему это удалось? Как ему удалось поставить рекорд? Весь его велик был напечатан на 3D принтере. Это была вилка, это руль, это сидушка, это педали и это, конечно же, рама. И что самое интересное во всей этой истории, это то, что велик, то есть его рама была напечатана в соответствии с размерами самого спортсмена. То есть они подогнали велик идеально под его тело, чтобы велик был не слишком большой, не слишком маленький, а прям вот идеальный. И благодаря вот совокупности всех вот этих факторов, то есть там низкий вес, правильная оптимизация самой рамы, чел установил рекорд, который держался несколько лет. И это очень круто. Мы поздравляем Филиппу, желаем ему успехов в спортивной карьере, а также хочется поблагодарить компанию, которая выполнила столь сложный проект. В Филиппу разработали технологию 3D-печати изделий из графена. Знаете, что такое графен, господа? Нет, это не графен, из которого вы наливаете винишко по вечерам, это графен. Это самый тонкий из известных материалов и самый лучший проводник тепла и электричества. И в целом работать с таким материалом это как бы очень-очень-очень непросто. А ребята из Филиппу научились с ним взаимодействовать и научились его печатать, как они говорят, что в чем прикол этого материала? Он гибкий, биосовместимый с высоким растяжением. Он не пропускает жидкость и газы. Они научились его печатать господи, в каких-то жидких углеводородах. И в отличие от аналогов при использовании материалами не выделяется какой-то там токсичный пар. То есть производство вот этого графена с помощью 3D-печати это во-первых само по себе чудо, потому что материал очень тяжело обрабатывается. А во-вторых, это типа вообще в целом возможно. То есть графену благодаря 3D-печати можно придать любую форму и изготавливать из него самые трудновыполнимые изделия. Мне кажется, это очень прикольно, потому что типа я изучал вот эту всю тему с графеном и его реально просто произвести это уже как бы колоссальный труд. а тут если это все правда и наш какой-то некий пнипу смог добиться того, чтобы графен можно печатать, это прям супер пушка. Это будет просто огромный виток в развитии технологий и за это им просто колоссальный респект. Такие вот были у нас насыщенные умные технические новости, приправленные вкусным соусом из микропротеина и все это закончилось неким пнипу. Надеюсь, сегодняшняя подборка новостей вам понравилась. Еще раз хочу вам выразить глубочайшее почтение за теплую реакцию на предыдущий видос. Если вы его вдруг еще не посмотрели, то советую вам этого сделать. Из ближайших планов напишите, пожалуйста, комментарии Жека выделите деньги, Жека выдели деньги, вот, и мы с вами реализуем очень классный видос, который я вам обещал, это по... А не буду я вам рассказывать про что, но поверьте, он изменит вашу жизнь с постобработкой на до и на после. Это будет очень классный авторский выпуск, думаю, вы вряд ли такое видели, все, я вам сделал такую затравку, поэтому пишите комментарии Жека выдели бабки, не забывайте, пожалуйста, подписываться на наш канал, тыкните на лайки, мне всегда это приятно, пишите комментарии, вообще что думаете, и если у вас есть самые креативные творческие идеи, что бы вы хотели увидеть в наших видеороликах, тоже, пожалуйста, делитесь своим мнением. С вами был, как всегда, Стефан, до новых встреч, и пока-пока.